Итак, будет доклад про то, как стать дата-сайентистом в достаточно быстрое время, за полгода, за год. И зачем вам это надо? Зачем нужна эта компания DataArt и зачем нужно это вам? В последнее время, во-первых, стало появляться достаточно большое количество заказов от клиентов, связанных с машин-лёрнингом, с дата-сайентистом, с дата-сайенсом, чего год-два назад не было. Как раз интерес к технологии вырос, и уже клиенты стали понимать, что это такое, зачем и как с этим работать. У тебя выяснилось, что в компании у нас недостаточно людей с нужными знаниями. Поэтому смысл этого семинара, чтобы смотивировать вас всех стать такими людьми, нужными для компании и для проектов. Ну, поехали. Я думаю, что все уже знают, что такое машин-лёрнинг, поэтому я даже не буду рассказывать. Я расскажу просто про последние какие-то достижения за последний год, чего достигли в машин-лёрнинге. Ну, во-первых, за последний и не только за последний год. Во-первых, машин-лёрнинг, искусственный интеллект, в целом это синонимы такие. Во-первых, машин-лёрнинг победил в настольную игру Go, которая очень долгое время считалась, что невозможно создать алгоритм, который будет работать достаточно хорошо на компьютере, чтобы победить даже среднего уровня игрока. Ну, и вот год или два назад такой алгоритм был создан, AlphaGo, и победили даже чемпиона. После этого они продолжили с этим алгоритмом работать, победили лучших покерных игроков, доты. И вот буквально сегодня я увидел, что завтра на Twitch будет трансляция искусственного интеллекта для игры с второго StarCraft. То есть вот тоже. Что они дальше будут делать, пока неизвестно с этими. Потом, где-то несколько месяцев назад у Google была очень интересная презентация. Они показывали Voice Assist, голосовой ассистент, которому ты говоришь, я хочу, чтобы ты меня записал на среду к парикмахеру. Ну, там на три часа, например. И этот Voice Assist, он сам делает телефонный звонок в парикмахерскую и голосом общается с живым человеком. Причем там, ну, то есть он понимает, что ему отвечают. И он может сказать, что окей, там в три мне не нравится, давайте в четыре. Там какие-то такие достаточно сложные, осмысленные фразы. Ну, такой, может поддержать разговор и назначить. И они этот ассист сейчас развивают. То есть он сможет заменить всяких секретарей и прочих. А вот на картинке внизу, это слева, как выглядела генерация лиц 4 года назад. Справа, это как она выглядит сейчас. Вот эти два, это не фотографии, это то, что сгенерил искусственный интеллект. Специальные генеративные алгоритмы, но я не знаю, от фотографий их не отличить уже. Разница в 4 года. То есть это очень быстро развивающаяся отрасль, где такие прорывы, там, 5 лет и такого достигают. Сейчас начинают разрабатывать и использовать алгоритмы искусственного интеллекта для того, чтобы генерировать даже графику в компьютерных играх. Ну, то есть раньше там надо было делать 3D-модельки, как-то их там текстурировать, освещать. А сейчас, тоже, если хотите, поищите, есть видео, где просто берут и 3D-модельки рендерят в качество, похоже, как видео просто снятое. Справа две картинки, это недавно Google начал продавать таких два кита, один для голоса, другой для графики, что-то в районе 100 долларов каждый, которые позволяют любому сделать себе какое-нибудь там умное хитрое устройство, ну, например, там умный замок, который будет распознавать с камерой, кто пришел, или там голосовое управление. То есть это уже становится доступно всем. Ну, как вот Ардуино, там, в свое время интернет вещей подстегнуло, так вот такие штуки от Google, скорее всего, подстегнут там каких-то домашних умельцев для того, чтобы вот эту отрасль машинного обучения и искусственного интеллекта развивать. Ну, то есть понятно, что, да, как бы прогресс есть, спрос есть, ну и впечатляющие результаты есть. Так, ни у кого пока вопросов нет, ничего, мы едем дальше. То есть зачем вам нужно становиться дата-сайентистом? То есть дата-сайентист – это человек, который применяет эти, как раз разрабатывает, применяет алгоритмы машинного обучения, искусственного интеллекта и прочего-прочего. Вот на картинке, это картинка 2013 года, здесь были обозначены всякие технологии, которые… и предсказания, как они будут развиваться. То есть вот когда пик – это пик хайпа. Когда, ну, когда там какие-то очень завышенные ожидания технологий, когда там заказчики хотят какой-то магии, не знают, что она делает. И вот бигдата, она как раз, вот тогда это был синоним того, что сейчас начинают называть машинное обучение. И у него там, если посмотреть, через 5-10 лет было написано, что оно достигнет плато продуктивности. Ну, вот там, справа. Ну, в общем-то, оно так и достигло. То есть сейчас уже клиенты в большинстве своем понимают, что можно, что нельзя при помощи машинного обучения сделать. Они стали понимать, как это им может двинуть их бизнес. И поэтому появилось больше заказов. То есть это уже не какая-то технология, которая, типа, может выстрелить, может нет. Она уже вполне production ready и во многих направлениях применяется. То есть это один пункт, почему вам имеет смысл этим заняться. Машинное обучение – это в основном математика. То есть если вы начнете этим заниматься, вы себе очень хорошо прокачаете математику, ну и, соответственно, станете умнее. То есть умнее как со своей точки зрения, ну там самоудовлетворение, я там классно разбираюсь в математике, я data scientist, ну так же и с точки зрения окружающих станете. Ну и третий пункт, который лично мне больше всего нравится. Сейчас с развитием машинного обучения очень многие профессии будут либо заменяться всякими алгоритмами, либо потихоньку-потихоньку вытеснять людей из этой профессии. Ну то есть там, например, если раньше в Макдональдсе работало 10 продавцов, то когда поставили мониторчики, где можно подойти самому, выбрать заказ, то, соответственно, 5 уже продавцов было. То есть понятно, что продавцов полностью эта технология не вытеснила, но количество рабочих мест уменьшило. Вот машинное обучение как раз этим и занимается. Ну, наверное, все могут представить, кто первый пострадает, это всякие там водители, то есть того, кого легко автоматизировать. Я знаю, что сейчас активно развивают всякие системы для поиска работников, то есть HR под ударом. В ВОИС, всякие ВОИС-ассисты, которые, они, скорее всего, заменят всяких секретарей, ассистентов. Ну, или, может, не заменят, но, как бы, если там было раньше 5 человек в компании, то при помощи таких технологий уже там 1-2 смогут справляться с теми же задачами, ну, как бы делегируя часть своей работы. Вот. Но помимо таких работ, также еще идет развитие в области программирования. Например, год назад была выпущена система, которая по картинке, ну, по дизайнерской картинке может сгенерить код для веб-странички. Ну, то есть, опять же, всякие верстальщики под ударом уже. Ну, и мой посыл в том, что если вы можете быть заменены как программисты машинным обучением, ну, поскольку это такая достаточно легко описываемая область, то есть, вам дали задание какое-то, вы его взяли, перевели в код. То есть, в принципе, математически описать выглядит, что вполне реально. Вот. И я считаю, что если не можешь победить, ну, и там рано или поздно тебя заменят, то имеет смысл не сражаться, а возглавить. То есть, поэтому третий пункт, почему имеет смысл идти в машинное обучение. Ну, и опять же, компании нужны люди. Это очень интересное занятие. То есть, такая для окружающих людей, которые не в курсе, вы похожи на магию какую-то такую черную. Вполне интересно. Поехали дальше. Вопросы? Нет? Пока ничего. Так, для начала, ну, начинаем рассказывать, как стать дата-сайентистом. Ну, и вот, коротенько можно протестировать, на каком уровне вы уже сейчас, чтобы дальше думать, что вам надо, что не надо. Ну, начинающий. У начинающего нет никакого опыта в дата-сайенсе или машинном обучении. Он не знает ни один из языков, которые обычно используются, языков программирования, которые обычно используются в машинном обучении. Это там R, SAS или Python. Также нет никаких особо знаний в математике и статистике. И, ну, если же есть какие-то знания, то молодец, там, математики или статистики. И там дальше он может какие-то пункты просто, ну, выкинуть, если он знает, например, статистику. Он, соответственно, может ее не изучать. Ну, там, преинтермедиат уровень. Нет опыта в языках программирования, типа R, Python. Он не знает концептов машинного обучения, но имеет какой-то уже опыт в индустрии, может, в аналитику немножко знает. Ну, и то же самое. Если чего-то знает, там, линейную алгебру, матанализ, теорию вероятности, он может это все не изучать повторно. Ну, и начинающий. То есть люди, которые уже какой-то опыт получили с Data Scientist, с Data Science, уже поделали какие-то модельки эмельные. Может, в хакатонах поучаствовали. Ну, и есть какой-то опыт уже. То есть, ну, вот, начинающий. В дальнейшем этот уровень вам, наверное, поможет понять, что из плана вам нужно, а что нет. Так, наш план, как вам стать Data Scientist. То есть, что вы за год сможете успеть, если будете этим заниматься. Наш план рассчитан на то, что, если вы будете проходить все курсы, которые по ссылкам, вы научитесь. Узнайте базово нужные разделы математики и статистики. Изучите базовые алгоритмы машинного обучения и попробуйте порешать ими какие-то реальные проблемы. Так, попробуйте поработать на внутренних проектах. Ну, например, поделать какие-то демы, которые будут интересны заказчику. Поймете всякие техники, концепты, алгоритмы. Изучите какой-то язык программирования, Python или R. Ну, Python я рекомендовал бы лично, которые применяются в машинном обучении, без которого там довольно скучно быть. Поразбирайтесь с последними достижениями в машинном обучении, таким как reinforcement learning и прочими. Поработайте со всякими фреймворками, библиотеками, которые в текущий момент наиболее распространены. Ну, и наверняка столкнетесь с облачными вычислениями, то есть применением машинного обучения в облаках. Ну, вот примерно такой план, чему вы можете научиться за год. Итак, ну, тут есть такой по месяцам, что вам надо. Вот январь, осталась тут неделя, но там, в принципе, быстренько можно. То есть, вот это будет все доступно после моего рассказа. То есть, все эти ссылки вам будут доступны, мы выложим эту презентацию. То есть, вы можете по ним походить, посмотреть. То есть, первый месяц вы смотрите эти видео, читаете эти статьи и думаете, а действительно ли я хочу быть Data Scientist? Там рассказывается плюсы, минусы и прочее, прочее. Так, ну, я думаю, недели вам хватит. Далее. Следующий месяц. Тем, кто не знаком со статистикой. Статистика, она применяется в машинном обучении. То есть, часть алгоритмов это статистика как раз в машинном обучении. Вот три курса, два из которых бесплатные, один платный. Но можете какие-то еще поискать, если вас вдруг заинтересует. То есть, по ним идете, проходите, начинайте разбираться в статистике. Кто не умел. Следующий шаг. Вот есть такие книжки по линейной алгебре. Линейная алгебра нужна, чтобы научиться работать с матрицами, с тензорами. Потому что вся математика в машинном обучении, это в основном работа с матрицами. Ну и понятно, что в большинстве библиотек это все уже скрыто. И, в принципе, знать можно и не знать об этом. Но иногда все равно эти знания очень нужны. Средняя книжка у меня есть. Она такая очень легкая, поверхностная. Ну и манна. Как если кому интересно. Так, поехали дальше. Следующий шаг это изучение языка программирования. То есть без знания R или Python вы толком не сможете применить свои знания. Поэтому вот несколько курсов для того, чтобы какой-нибудь из этих языков узнать. Лично я рекомендую Python. Он наиболее распространен и он более универсальный. То есть даже если вы потом решите, что все-таки это не ваше быть Data Scientist, то потом вы можете его применить в новом, где все равно Python. Ну и учится он достаточно просто. То есть при желании базового Python учается за неделю, за две. То есть как минимум как язык я рекомендую всем. Поехали дальше. Так, после того, как мы научились каким-то основам, научились языку программирования, следующий шаг нам надо научиться работать с данными, поскольку все машинное обучение это 80% правильной подготовки данных и только потом 20% применения правильной модели, подбора всяких коэффициентов. Вот фича инжиниринг – это как раз входные данные, на которых мы обучаем какую-то модель. То есть это очень важный пласт в машинном обучении. Ну и вот по нему есть и курс, и книжечка. То есть правильно научиться подготавливать данные. Вот это я прям очень рекомендую. И можно посмотреть, когда он начинается. Ну вот он следующий в декабре. То есть это мы уже пропустили. Это, если кто не знает, этот дядя, его зовут Андрей Нг. Он один из основателей Курсеры. И у него очень отличный курс, опять же, на Курсере по машинному обучению. Его я прям вот настоятельно рекомендую пройти. Он очень понятно, подробно, с заданиями, все основы показывает, рассказывает. Следующее. Есть вот такая еще ссылочка. Это курс по различным регрессионным моделям. Регрессионные модели – это когда пытаются по данным предсказать, как следующие данные будут выглядеть. Там очень много примеров, очень много полезной информации. Ну, как бы тоже имеет смысл его посмотреть. В общем-то и все. То есть если вы вот это все пройдете, то есть люди утверждают, что имея достаточно времени, это все можно пройти за полгода. Я считаю, что если все-таки еще параллельно работаешь, ну, год, хорошее время на это. Что у нас в Датарте появилась не очень давно компетенция по машинному обучению. Ну и как раз мы можем вам помочь с этим обучением. Что мы можем сделать? Во-первых, мы собираемся проводить следующие семинары. То есть это будет видеотрансляция, скорее всего, из разных офисов. Ну, пока у нас запланированы следующие. Разные люди будут рассказывать сначала про распознавание картинок какой-то, потом про НЛП, это распознавание языка. Аук-рок это всякие оценка, насколько точно ваш алгоритм может что-то предсказать. Уменьшение размерностей, потом определение аномалий. Ну, я думаю, что еще будет очень много. Но я думаю, что не имея каких-то базовых знаний, я не уверен, что будет это кому-то интересно. Особенно какие-то там вот уменьшения размерности. Это такое уже более узкоспециализированное. Но если вы хотя бы курс Андрея НГ пройдете, то вот это все вам будет очень интересно. Ну, главное начать. Так, потом особо заинтересовавшихся кто-то из нашей... Вот, кстати, список, кто входит в компетенцию сейчас. Если вы кого-то из них знаете, вы можете к ним подходить. Ну, или даже если не знаете, подходить и задавать вопросы, поговорить. Кто собирается заняться прям, ну так, серьезно настроен. У нас есть группы, где те, кто обучается, могут задавать вопросы специальные, обсуждать. И еще у нас присутствует менторство. То есть, если кто-то, опять же, серьезно настроен, то у нас некоторые люди, ну, некоторые из этих людей берут к себе под крыло и менторят. То есть, дают им какие-то задания, делают какие-то демы и прочее, прочее. Ну, вот как-то так. Он уже вернулся. Актуален. Полностью актуален. Ну, как бы все, вопросы. То есть, я, по походу, ни у кого не было. Может, сейчас у кого-нибудь. То есть, нужны люди, нужен настрой, нужна математика. У кого математика не пугает, у кого есть время, кто не боится. Ты боишься? Нет, так можно задавать. Сейчас уже конец. Давай, да. Можно без руки задавать. Приведи пару примеров задач, которые ты уже решал с помощью машины ленинга, если это не секрет. Ну, нет, не секрет. У нас есть, во-первых, курс по машинному обучению. Ну, и в рамках этого курса, когда мы готовили… Внутренний курс Датарта. В рамках этого курса, когда мы готовили это задание, мы выдумывали задачи. Вот, например, первая задача, мы собрали данные по квартирам в Питере, то есть, данные, какой там туалет, какая площадь, где она расположена. И на основе нее натренировали модель, которая может для какой-то квартиры, параметры, которые мы знаем, предсказать цену. Ну, то есть, мы собрали данные по миллиону квартир, у которых мы знаем параметры и цену, натренировали модель, и она может предсказать новые. Потом мы занимались тем, что предсказывали эпидемии гриппа на основе статистики по предыдущему времени. Ну, то есть, она говорит, что через неделю, скорее всего, начнется эпидемия гриппа. Всем выдайте витамин С, например. Ну, это вот конкретно мой опыт. Потом мы участвовали в соревнованиях. Есть такая платформа, Kaggle называется. Там всякие крупные… Вот я Google, по-моему, купил не очень давно. Там всякие компании выставляют задачу и приз. Ну, там, 100 тысяч долларов всякий. И разные команды или там, ну, обычно команды соревнуются за этот приз. То есть, кто сможет решить данную задачу лучше всего. Мы участвовали в соревновании. Был банк, Сантандер. И надо было предсказать по покупкам. Ну, то есть, мы знаем, что покупал человек месяц назад, год назад. И надо предсказать, что он купит в следующем месяце. Ну, такое предсказание корзины. Довольно распространенная задача. Вот другие люди, у них, соответственно, всякий разный другой опыт. Например, вот Антон Далгих. Он работает в основном с фармой, с медициной. И у него в основном его задачи с распознаванием текста, с анализом текста. Например, Андрей Сорокин, он больше с графикой работает. У него там всякие распознавания картинок и прочее, прочее. Ну, остальные с разным. То есть, задач много. И вот за последние полгода у нас несколько проектов прям стартовало. А сколько заказов от клиентов было, ну, тут вообще не сосчитать. В чем отличается жизненный цикл продукта по машин-дионнингу от обычной программы, которую мы пишем, например, клиент-серверной? Есть ли какие-то специфики там? Если есть, то в чем заключается? Как вы производите стиммейты? Ну, зависит от. Если известно, что какую-то задачу клиента можно решить известными способами, то есть, где не нужен какой-то research и development, ну, тут стандартно, как и остальные все проекты. То есть, известно, что примерно вот эту модель будет построить столько-то времени, ну, и, соответственно, от этого и стиммейты строят. Если же это R&D проект, который достаточно частый, опять же, в этой области, потому что, ну, не везде подходит готовое решение, то есть, где-то клиент готов попробовать решить проблему, которая еще либо не была решена, либо решить ее там более точно, более хитро. Ну, и тут уже зависит, если у клиента много денег, то можно договариваться, что у нас есть там, например, полгода, мы хотим достичь того-то, 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 достигнем или нет, неизвестно, ну, поскольку это research. Да. Оставьте ему микрофон. Есть ли какие-то репозитории с уже известными решениями, с известными моделями? Да, конечно, существуют известные решения, существуют известные модели, существуют даже специальные репозитории, которые позволяют хранить модели email с этими, с разными версиями. Ну, много. То есть, стандартных решений прям очень-очень много, и их найти не проблема. Но, опять же, для того, чтобы ты их применил, ты должен какой-то как-то разбираться. Ого, да. Опять же, зависит, как тебе с проектом повезет. То есть, я видел проекты, когда берут вообще, ну, только с сознанием питона, и в дальнейшем говорят, что мы готовы натаскать, и чтобы человек начал применять всякие у нас модели. Ну, я бы рекомендовал как минимум изучить питон или ар, и пройти курс Андрея НГ. Ну, за сколько ты его пройдешь, от тебя зависит. Ну, там, за месяц пройдешь, наверное. Он работает? Ну, я не знаю. В общем, вопрос такой вот. Я так поняла, что это больше именно для программиста, что он должен знать. Или это так же, ну, то, что ты описал, можно применить это как тестировка? Что должно быть? Ну, можно. Ну, все то же самое знать. Это обязательно или что-то, например? Я вообще не знаю. Наверное, тестирование особо неприменимо к машинному обучению. У тебя либо модель что-то смогла предсказать достаточно точно, либо не смогла. Но тут не нужно много программировать. То есть, в большинстве случаев все программы, которые связаны с этим, они короткие. Там большая часть – это именно подготовка данных, а применение модели – это там, ну, 3-4 строчки. То есть, для этого не надо быть, не иметь каких-то сильных знаний программирования, не надо знать там каких-то программистских фреймворков, алгоритмов. То есть, тестировщик, зная математику и изучив это все, тоже запросто может. Спасибо. Спасибо очень. Классно. Слушай, вот такой вопрос. Ну, вот к твоему опыту, какие из направлений машинного обучения дают наибольший экономический эффект для компании, для кастомера? И как вообще, кто вообще определяет, какой эффект будет? Кастомер сам говорит, что вот мы внедрим сейчас машин-леунинг, да, и у нас, например, бизнес там подрастет на 1,5%. Или DataArt, ваша компетенция, говорит, что при применении машин-леунинга там будет какой-то рост. Как вообще это определить? Я понял. Ну, опять же, зависит от ситуации. Иногда заказчик приходит, он знает, что он хочет, а иногда он приходит и говорит, я вот слышал, что машинное обучение – это там модная, хорошая тема, чем вы мне можете помочь? Ну и тогда мы ему предлагаем какие-то варианты, делаем ему пропозал, предложение, что мы можем сделать то-то, а это вам даст то-то, то-то. А дальше уже заказчик думает, хочет он или нет. То есть сейчас достаточно много именно таких вариантов, когда заказчик еще не знает, чего он хочет, но хочет понять, что ему может дать. То есть и так, и так. Какие направления? Ну, я говорю, вот я назвал нескольких человек, которые работают в разных совершенно направлениях, и они все развивают себе перспективы. Ну, конечно. Ну, прибыль, конечно, увеличивает. В медицине деньги, в тревеле деньги. Где еще деньги? В индустрии во всякой деньги. Ну, например, там, помогать купить более выгодно билеты на самолет. То есть мы клиенту рекомендуем, что вот покупай там сейчас, потому что через неделю мы считаем, что цена на самолет вырастет. Или там помогать искать гостиницу. Ну, вот, например, тот же Войс Асист, он может помочь тебе. Ты ему говоришь, хочу остановиться там в гостинице, где-то там такое число, в таком-то месте. И он тебя подбирает оптимальным образом по цене и по времени, и по какой-нибудь локации. А как вы юрифицируете данные? То есть понятно, что на коротком промежутке времени у вас может быть просто статистическая выборка такая, что, грубо говоря, вам повезло. Есть какие-то данные на долгосрочной перспективе? Ты имеешь в виду, как понять, что следующие данные, которые мы получим, не будут отличаться от тех данных, на которых мы учили? Ну да, исторические данные – это хорошо, но… Я понял, да. В той же игре на бирже это не работает. Да, да, да. То есть машинное обучение работает для стационарных процессов, то есть процессов, которые не изменяют со временем. Игра на бирже – это не стационарный процесс, и туда машинное обучение не применяется. То есть есть, куда можно применить, есть, куда нельзя. Есть ситуации, когда у тебя был стационарный процесс, ну, например, я не знаю, там, ну, с теми же квартирами. Была какая-то зависимость, например, размера площади квартиры, то есть цены от площади квартиры. А потом, через год, в связи с тем, что экономическая ситуация изменилась, эта зависимость изменилась. И поэтому предсказывать по модели, которую ты обучил по предыдущим данным, будет не точно. Ну, для этого есть разные варианты. Либо ты набираешь новые данные и переобучаешь просто модель. Либо есть варианты с дообучением, когда ты постоянно подтягиваешь новые-новые данные. Ну, ты же знаешь, на самом деле, за сколько ее продали, эту квартиру. И дообучаешь модель, и она, ну, как бы, все время актуальна становится. Вопрос такой, чем отличается, и вообще есть ли отличия с точки зрения организации, сбора требований, каких-то составлений, ацептенс, критерий в проектах по машинному обучению, относительно обычных проектов? Ну, чем отличаются проекты машинного обучения, что они очень критичны к данным. То есть, поэтому, как только начинается новый проект, те, кто его собирается делать, начинают говорить, дайте нам данные, дайте нам больше данных, дайте нам качественные данные. И если клиент не может это сделать, или там нет никаких этих, ну, проект сразу бессмыслен становится. С обычными, ну, такого вот прям нету, я бы сказал. То есть, диалог с заказчиком также ведут бизнес-аналитики, которые составляют какие-то требования, выясняют у заказчика. Сейчас диалог в основном ведут люди из компетенции, поскольку у нас нету, наверное, бизнес-аналитиков с достаточными знаниями техническими, чтобы вести по этой теме. То есть, обычно все заказы присылаются к нам в компетенцию. Мы там в каких-то случаях делаем предложение клиенту, пишем пропозал. Ну, то есть, это вот именно все эти люди как раз и пишут. Поскольку есть знания в этой области, и пропозал, ну, то есть, можно сказать, что можно, что нельзя. То есть, бизнес-аналитик, наверное, такой не сможет. А дальше уже у нас есть ДМ специально, который в теме, который уже общается с заказчиками, привлекает кого-то из этого списка людей. То есть, мы вместе идем на созвон и общаемся с заказчиком. То есть, не аналитики, насколько я знаю. Но все-таки в перспективе, если входить в эту область, это только разработка или есть какая-то перспектива? Я думаю, для бизнес-аналитиков, ну, да. То есть, как минимум, снять нагрузку с разработчиков было бы разумно. То есть, можно об этом поговорить. То есть, пока мы это не думали, но я думаю, это хорошая идея. Спасибо. Все это будет доступно. Я имею в виду слайды. Все ссылки, все эти адреса. К любому из нас можно подойти, поговорить, сказать, я хочу, я не хочу, я хочу знать, хочу спросить. То есть, кого знаете, кто ближе сидит, кто более интересен, подходите, общайтесь. Мы будем рады помочь, потому что люди нужны. Ну, все. Спасибо за субтитрым. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Продолжение следует...